МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Откровенные признания суперкиллера Ореховской группировки легендарного Леша Солдата. Оперативные материалы, которые никто, кроме следователей Мура и Следственного комитета, еще не видел. Человек и Закон в эфире в студии Алексей Пиманов. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Мосгорсуде последние 7,5 лет один за другим идут процессы по так называемой Орехово-Медведковской банде. Банде братьев Пылевых. Беспрецедентно жесткие приговоры. Пожизненное заключение для Олега Пылева 200 с лишним лет от ситки для всех остальных. И каждый новый процесс обнажает неизвестные ранее подробности, вызывает острую реакцию прессы. Без риска преувеличить, скажу, другой такой банды у нас, пожалуй, не было. Для тех, кто не знает, напомню. Именно эти люди стоят за убийством знаменитых Сильвестра, Атарик Вантришвили, Александра Солоника, десятков других людей. Это была одна из самых жестоких и военизированных группировок в истории России. Дисциплина внутри железная. Неугодных или оступившихся соратников сразу убирали. За употребление наркотиков – смерть. За ненужный трепь – смерть. За ошибки во время операций – смерть. Кадровый костяк – бывшие военные. Белкин, Махалин, Михайлов, Пустовалов – все бывшие спецназовцы. Марат Полянский – выпускник Питерской военно-космической академии. Это они, взорвав в центре Москвы автомобиль Сильвестра Сергея Тимофеева, крестного отца и покровителя, модернизировали его группировку до неузнаваемости. Никаких треников и кроссовок. Солидные костюмы, галстуки и рубашки. Огромный бизнес и убийство, убийство, убийство. Надо снять шляпу перед следователями Мура и Следственного комитета при прокуратуре Москвы, которые уничтожили, в конце концов, этого монстра. Дальше всех на свободе гулял суперкиллер банды, легендарный и таинственный Леша Солдат. Лидеры банды, братья Пулевы, были уверены, что его не найдут никогда. Но солдата взяли. Мало того, в руках оперативников оказался уникальный бандитский архив. Леша Солдат не сразу согласился встретиться со съемочной группой нашей программы. Долго взвешивал все за и против. Это интервью было записано в Матросской тишине месяц назад. Уникальное интервью. Главное здесь, что вот во всей моей работе, вообще такой работе, это умение ждать. Говорят, что кроме меня больше не то ждать не умел так. Алексей Шерстобитов. Киллер номер один. Профессиональный наемный убийца по прозвищу Леша Солдат. Для мужчин это отдельная песня. Не машина, там, конь, не женщина оружие. Вот это, конечно, завораживает. То есть, если это хорошее оружие, то оно вызывает не просто уважение, но вызывает восторг. У них столько красоты, столько прекрасного. Своё оружие он всегда выбирал сам. И никогда не оставлял на нем отпечатков. Впрочем, он всё выбирал сам. Точку выстрела, сценарий убийства, собственную внешность и паспортные данные. Даже внутри группировки мало кто знал солдата в лицо. Он заехал с улицы в этот переулок, стал парковаться. И сотрудники спецназа заехали с другой стороны этой улицы. Прямо ему, скажем так, с задней стороны. И пока он там закрывал машину, в этот момент он оглянулся, они бегут. Александра Трушкина называют оперативником от Бога. В этом переулке, недалеко от Боткинской больницы, именно он руководил задержанием суперкиллера. Сособитов уже поняв, что идёт его задержание, ещё не это самое, это буквально доля секунды, но уже он не успел никак не среагировать. Он просто вот смотрел на это происходящее, и реакции его никакой не было. Для него Орехово-Медведковский не просто очередная банда. Семь лет жизни. Можно сказать, родные люди, о которых знаешь всё, должен знать. И задержание неуловимого киллера – долгожданная встреча, развязка этой истории, старой истории молодой России о быках, стрелках, тёрках, крышах, о тех, кого убивали, и тех, кто убивал. Жизнь выживанием особей в зависимости от везения, от избирания разных способов прекрасна до омерзения. Примерно так. Вот это вот примерно суть жизни такой, моей в частности. Если не знать, что за Лёшей солдатом 12 только доказанных убийств и покушений, можно подумать, что этот приятный, в меру эрудированный собеседник – представитель среднего класса или армейский офицер. Впрочем, он действительно потомственный военный. Прадеды ещё в царской армии служили. Отец – полковник ВДВ. Сам Алексей тоже закончил военное училище. Но дослужился лишь до старшего лейтенанта. Хотя до сих пор сравнивает себя с отцом. Очень странное сравнение. Чем мы отличаемся с отцом? Ну, конечно, сроком службы, естественно. А с другой стороны, мы с ним просто оказались по разные стороны. Он делал то же самое, возможно, то же самое, что и я. Только он делал с стороны государства, а я делал с обратной стороны. Он снял форму в 91-м. Тогда под сокращение попала половина армии, больше миллиона человек. Они называли это «уйти в народное хозяйство». Чтобы прокормить жену с грудным ребёнком, лейтенант Шерстобитов пытался стать челноком. Работал продавцом вещевой палатки, потом телохранителем. Надолго нигде не задерживался. Говорит, нет у него коммерческой жилки. А вот спортзал ходил регулярно. Железочки мы таскали. Был такой зал Медведкова, такой общеизвестный бомбл-бежище, где занимались, в принципе, вот все как раз люди. Там Григорий Гусетинский, там Пылёвый, ну и там ещё много-много-много людей. Вот ребята сильные, ребята развитые, уже с каким-то таким стационаром в жизни под ногами. И я тогда приходил в этот зал, ещё занимался, ещё будучи офицером. То есть в форуме приходил, ну, наверное, единственный, кто там был. Вот, потом в разговоре как-то я узнал, что Григорий тоже офицер. Два офицера в одном спортзале не могли разминуться. Именно этот Григорий, бывший лейтенант КГБ, и предложил новую работу. Организовать охранное агентство. В тот период была привычка у всех, может быть, увлечение, может быть, и просто тренинг. То есть люди собирались с большими шайками-лейками, ехали в тиркном, или в лес стрелять. Ну, стреляли. Может, это было сделано специально, может, это делал для тренировки. Стреляю я неплохо, в общем-то. Ну, наверное, это увидели. Посмотрели, ну и поняли, что вот, ценный человек. Посмотрели, заметили и решили применить по назначению. Он еще не знал, что фактически уже работает на Медведковскую группировку. И руководит ею тот самый офицер, Григорий Гусетинский. Не знал, но, конечно, понимал, в каком окружении вращается. Кто тогда не слышал о братках? Да что там, кто из молодых не мечтал попасть к этим крутым парням? Если кажется, что в группировке набирались монстры огромные, так это тоже все такое понимание ошибочное. Потому что набирались друзья друзей, ну, как везде, как всегда, в общем-то. Это было единственное нормальное место, где молодой человек мог заработать какие-то хоть деньги. При всем при том, еще вот получаю удовольствие там для своей гордыни, для своего тщеславия. То есть ты не кто-то, а ты человек, обладающий силой. Причем сила, которая там, может быть, даже не в духе твоем, не в мышцах, а вот в коллективе. Люди там отрывали от себя кусок и давали мне, вот, совершенно ничтожному человечешке, который он в тот период уже из себя представлял. Ну, я-то понимал, что я безработный, я-то понимал, что у меня семья. Вот. Если отвлечься в сторону, то я, скорее всего, может быть, более негативно относился вот к той системе, которая меня вынудила вот на все это. Уже совсем скоро на смену бывшему лейтенанту Шерстобитову придет киллер, Леша Солдат. Мы откуда-то ехали, остановились на Макаде. Он говорит, там в этом самом, в багажнике лежит сумочка с оружием. И надо было пойти ее просто положить там куда-то, в лесочек какой-то. Ну, вот. Я отошел метров сто, положил. Она завтра, говорит, зайдешь, заберешь. Ну, как, конечно, прикрыл там, закамуфлировал. Завтра надо было забрать. Вот я завтра приехал, а сумочки не оказалось. Потом он, конечно, понял, что его просто подставили. Но похожими методами вербовали новеньких в свои ряды, наверное, во всех группировках. Никто ведь никогда не говорил, ты вступаешь в преступное сообщество. Не то, чтобы убьем, а тебе так или иначе придется там с попытками, там, с пытками, там. Страдает семья, но у тебя молодая жена, там, ребенок. Ну, старик, ты же понимаешь, там, ну, всякое может быть. Мы тебе зла не желаем, но как-то долг надо возмещать. Именно тогда он и сделал тот главный выбор. До сих пор считает, другого не было. Или пытается себя убедить. Кто из мужиков, там, меня не поймет. Там, скажем, если положить на одну чашу весов жизнь свою и благополучие жизни своей семьи, на другую положить, там, жизнь другого человека, который тебе, в принципе-то, неизвестен. И по большому счету, ну, не знаю, если ты даже его воспринимаешь своим врагом. И поэтому, вот, естественно, я, подумав, выбрал ту чашу весов, где стояла чужая жизнь. Его слова нельзя принять как оправдание. Скорее, это отговорки для совести. Придуманный образ врага, чужой взгляд через прицел, если не ты, то тебя. Он решил, что идет война, криминальная война. А он солдат, который выполняет приказ. За первые полгода Леша солдат убил троих человек. Причины, по которым им вынесли приговор, сегодня покажутся абсурдными. Один, швырнув Гусетинского пробку от бутылки. Другой, наотрез отказался нести чемоданы его жены. Впрочем, киллеру не объясняли, за что и почему. В банде вообще не было принято вдаваться в подробности. Все работали строго по своим направлениям, группами. Медведковские специализировались на убийствах. Было несколько бригад киллеров. Так решил Сильвестр, Сергей Тимофеев. Один из самых могущественных лидеров московского криминального мира. Он под своими знаменами объединил несколько группировок разных районов столицы. Одни занимаются слежкой и наблюдением. Другие занимаются съемом квартир, подготовкой машин. Третьи занимаются приобретением оружия. Четвертые занимаются какой-то технической разведкой. Прослушанием телефонных переговоров. Различные оперативные установки. Пятые занимаются непосредственно ликвидацией. Шестые занимаются захоронением трупов, уничтожением следов преступления. То есть там жестко все было распределено. Но информация, естественно, никуда не уходила. Запрещено было общаться с членами одной группы бригады, с членами другой бригады. Собирались только на каких-то общих мероприятиях, общих сборах, которые проводили руководители. А так вот по бытовому они между собой не пересекались. Эта дача во Владимирской области – некогда излюбленное место встреч Медведковских. Явка на такие посиделки была обязательной, но Шерстобитов их не любил. А если и появлялся, то обязательно менял внешность, напяливал усы, бороду, иногда парик. Кстати, так он и на дело ходил. Но коллегам тайны этого маскарада никогда не раскрывал, чтобы не могли его описать. Да и не поняла бы, братва, парики, макияж – это ведь как-то не по-пацански. В рабочем реквизите Леши солдата была даже ряса священника. Несколько убийств и нигде не засветился. Такое усердие понравилось Гусетинскому. Он перевел солдата в адъютанты. И теперь киллер подчинялся только ему. Я начал получать зарплату. Никогда никаких денежных вознаграждений за что-то такое никогда речи не было. Хотел он – благодарил. Не хотел он – не благодарил. Вообще спасибо, что не убил. В общем-то, и то неплохо. А зарплата – это что? Это каждый месяц? Каждый месяц две тысячи долларов. Вот он мне дал. Потом две с половиной тысячи долларов. Личный наемный убийца – козырь в рукаве. Это соответствовало духу времени. 94-й год был годом собаки по китайскому календарю. И в России криминальные группировки грызлись стаями. За сахарные кости бизнеса друг другу рвали глотки. Особенно у Ореховой Медведковской группировки не складывались отношения с ворами в законе. Авторитеты ненавидели их за беспредел. Поэтому вскоре солдату поступил серьезный заказ – убить вора. Гусетинский приказал киллеру взорвать Андрея Исаева по прозвищу Расписной. Я считал, что можно по-другому сделать. А мне сказали – нет, только взрыв. Больше никак. И только машина. А потом, когда поинтересовался, почему, оказывается, там параллельная группировка, с которой мы очень сильно… Ну, в прямом смысле, то есть были как бы там… Я уж не знаю, как-то вместе, рядом, товарищи еще как-то… Рванул там Березовского в свое время именно таким же образом. Вот Гусетинский посчитал, что нужно сделать точно так же, чтобы рассказать, да мы тоже, не в таком счете, мы тоже можем. Другая параллельная группировка – это Ореховские. Они не поделили с Березовским 100 миллионов рублей. Олигарх пригрозил своими связями. В ответ Сильвестр продемонстрировал свои. Рядом с бронированным Мерседесом Бориса Абрамовича взорвалась заминированная машина. Сам Березовский тогда лишь чудом уцелел и, как всегда, наделал много шуму в прессе. Гусятинскому этот шум понравился, и солдат получил адрес расписного – «Осенний бульвар», дом 14. Это эксклюзивное видео следственного эксперимента с Алексеем Шерстобитовым. Вы впервые видите, как профессиональный киллер рассказывает о своих убийствах на месте преступления. С момента покушения на расписного солдат не был здесь 12 лет. До их выхода девчонки игрались в какой-то же подъездный. Подошел к ним и сказал, что должна подъехать большая машина. Надо было, что она уйдет. Мы вроде ушли, потом опять появились. Мы опять подошел, рябки, вроде ушли. Через полчаса из подъезда показался расписной. Вместе с охранниками он сел в машину. Шерстобитов нажал на кнопку. Вечером из выпуска новостей Шерстобитов узнает, что авторитета спасли врачи. Но при взрыве пострадали две девочки – 7 и 9 лет. Одна погибла, другая на всю жизнь осталась инвалидом. Я подошел, предупредил, я, будучи вообще уверен, что их прогнал. Два раза подходил, два раза прогонял. Собственно, мне потом задавали вопрос, что я там светился, что я там делал. Ну вот, все-таки вот получилось. Конечно, надо было, наверное, тему поднимать, но что получилось, то получилось. Ну вот, из себя там какой-то ответственности я снимать не собираюсь, конечно, это ужасно все. Для киллера это была двойная неудача. Не выполнив заказ, он действительно засветился. Взрыв прогремел недалеко от дома Бориса Ельцина. Поэтому к расследованию подошли тщательно. Свидетели смогли описать подозреваемого. В милиции был его фоторобот. Но Гусетинский об этом не знал. А Сильвестру громкое дело пришлось по душе. И он захотел увидеть Лешу-солдата. При встрече авторитет подарил пистолет ТТ и сказал напутственное слово. Надо ведь помнить, что люди, которые доживут до конца всего этого, будут, ну, образно говоря, жить лучше богов. Вот так вот. Это Сильвестр вам сказал? Да, так можно все это пережить. Ну, наверное, где-то он был и прав, потому что по современности, может быть, так и есть. Сам Сильвестр то время не пережил. В сентябре 94-го его машину взорвали. Кто заказал, вопрос риторический. Слишком многие хотели с ним поквитаться. Вероятнее всего, это была месть со стороны воров в законе за убийство Атари Квантришвили, крестного отца Москвы, известного мецената и коммерсанта. Он слыл своим и среди уголовников, и среди чиновников. В его друзья ходили милицейские генералы, члены правительства, депутаты, известные артисты и спортсмены. Сильвестр не поделил с Квантришвили нефтеперерабатывающий завод и приказал убрать конкурента. Позвонили, сказали, старик, вот тебе винтовка, нужно ее пристрелять. Я ее пристрелял, держи, наготови. Хорошо. Потом завтра приедешь, там будут люди, нужно им доказать, что ты готов. Потом показать, что ты готов. Ну как-то, ну вот, то есть, взял синтезатор, там уже был подготовлен, вложил в нее винтовку, подготовил. О том, что Атари Квантришвили каждый вторник ходит в Краснопресненские бани, знали многие. Солдата привезли на место. Подъехал человек, его показали, вот сказали. Вообще, желательно, конечно, не то же желательно, это надо понимать, это война. И то есть всех, кто вокруг, всех надо валить. Под это убийство специально сняли квартиру. Вот там, в Белом доме, на седьмом этаже. Из ее окна вход в Краснопресненские бани хорошо просматривается. Но солдат от этого варианта отказался. Слишком опасно. У квартиры один вход, у дома один подъезд. Нет пути отхода. Киллер выбрал другое место. Чердак соседнего дома. Сюда он перетаскивает винтовку. Потом оглядывается, выбирает окошко, примеривается. Вроде подходит. Достает из кармана окурки и высыпает их рядом с собой. Шестобитов никогда не курил. Он подобрал их на вокзале. Это ложный след. Сразу после убийства их найдут и отправят на экспертизу. А пока складывает кирпичи. Кладет на них ствол. Так удобнее ждать и стрелять. Через полчаса покажется Контрашвили. Сделал первый выстрел. В область белой стороны груди. Потом перезарядил винтовку. Выстрелил в шею. За это время он, наверное, сделал, успел сделать шаг. Может быть, не знаю, два. После второго выстрела он сделал несколько шагов и присел за капотом машины. Которая стояла в ту сторону. Прицелившись, сделал еще один выстрел. В голову. Шестобитов приказ выполнил, но не до конца. Спутники Контрашвили остались живы. К нему подошел какой-то человек, подбежал. Он огнулся и там что-то начал делать. Насколько я знаю, вообще народ обычно разбегается. Меня это несколько поразило. Я понял, что достойный человек, наверное, коль так поступил. И я вообще не вправе. Не надо было даже думать о каких-то последствиях к другим людям. А вот это меня просто поразило. Может быть, остановило. Эти похороны Квантришвили Шестобитов увидел по телевизору. Только тогда узнал, кого он убил. И понял, надо быть вдвое осторожней. При таких ликвидациях в первую очередь убирают исполнителя. На какое-то время он ушел в подполье, но долго отдыхать не дали. Гусетинскому нужны были услуги его киллера. Если что-то такого совершенного, приходил домой, но обычно просто как-то домой. Это не домой, это какая-то съемная квартира, там какое-то лезбище непонятное такое, рысье. Вот, которое приходишь, ты как на мягких лапах пробираешься, смотришь. Жизнь не позавидуешь никому. Уже этой жизнью-то наказана. Вот. То есть перерываний достаточно много. И сколько еще впереди, там неизвестно. И когда приходишь домой, ничего в голову не приходит, как заняться чем-то. А чем занимаешься? Вот, собираешь там белье, то, что там накопилось, там вот, все это стираешь. В общем, стирка. С чем это связано? Либо это психологически связано с тем, что ты отмываешься, я не знаю. Скорее всего, тогда он вряд ли расстраивался. Особенно, если все проходило по плану, без лишних жертв. Что вообще может чувствовать человек, для которого убийство – это работа? Может быть, я не похож на человека, который там переживал. Может быть, я не так сильно все это переживал. Может быть, просто там после первого раза это просто переросло в что-то такое. Как тумбер выключил, и все, и живешь. Ну, вот, без всяких эмоций. В частности, вот, наверное, такой бездушный человечек близ меня бы получился. Вот, если бы не моя забава, кстати, как такой лучик проявился такой. Зажегся. Кстати, именно любимая женщина, сама того не зная, в итоге сыграет роковую роль в жизни неуловимого Леши-солдата. Я был 18 лет, у меня она 8 лет старше. Он интересный молодой человек, он, ну, красивый был, эффектный. Все, в общем-то, ничего такого на первый взгляд, то, что выделяло его или ушало какие-то опасения, не было. 14 лет они были вместе, но Ирина не знала ни его настоящей фамилии, ни его настоящей жизни. Он мне объяснил, что он связан с охранным бизнесом. Больших подробностей я тогда не спрашивала, потому что, во-первых, такое ощущение эйфории, какой-то любви, и мне все-таки 18 лет было. Постепенно отношения Ирины и Киллера стали серьезными. Алексей даже думал о женитьбе. Но тогда это было слишком опасно для обоих. Потом стали приходить какие-то моменты, на которые я стала обращать внимание. Он не любил фотографироваться. Это сейчас я понимаю, что он не то, что не любил фотографироваться, а просто он не хотел оставлять своих видеоизображений, следов. У нас не было своего жилья. Мы постоянно снимали квартиру. Объяснения и мотивировки там были разные. Относительно и от того, что он не хочет привязываться к месту, и относительно того, что сейчас не время, потом, потом. Зажить человеческой жизнью ему, казалось, мешал только один человек – Григорий Гусетинский. Именно он сделал из Леши солдата-киллера. Он знал о нем все – адреса всех родственников и знакомых. Держал шерстобитого на коротком поводке. Это не просто убийство, это не просто преступление, а это преступление, которое одно за другим следует, а это преступление, которое накладывается одно на другое. Вот это на самом деле пугает. И это, наверное, единственный человек, которого я когда-либо вообще возненавидел. Потому что я не встил никогда в жизни никому, в принципе, я это не умею делать. Я всегда даже не то, что не прощаюсь, но как-то никогда не возникало никакой злобы никому. А этот человек, который мне хотел собрать со своего пути или еще что-то такое. Это был серьезный шаг, который мог стать последним. И солдат это понимал. Поэтому на всякий случай подстраховался, порвал с Ириной. Его телефон замолчал на целых два года. Она не знала, что тогда, в 95-м, он уехал в Киев, где от российского уголовного розыска скрывался Гусетинский. А в группировке за главного оставались братья Пылевы – Андрей и Олег. Находясь в Киеве, он совершенно случайно, как у нас опять в жизни бывает, столкнулся с членами Ореховской группировки. И те его, скажем так, сдали Пылевым, что «а что у вас делает товарищ солдат в Киеве?» Ну, те, естественно, вызвали его на разборку. Он не стал врать. Просчитал ситуацию, что у Гусетинского уже назрели конфликты с Пылевыми. И решил на этом его разыграть. Он сказал, что «я ездил убивать Гусетинского». Расчет оказался верен. Пылевы готовы были расти и занять место шефа. Сказали, что тебе для этого надо? Я говорю, мне не хватает только информации, все остальное есть. Времени, где получили информацию, у меня это никакой. Ну, это хорошо. Ну, и я понимаю тоже, я опять-таки их понимаю, потому что, ну, либо они первые, либо их первыми. И в то же время, что средства для устранения одних и других, вот в данный период времени, был только я. Они поняли, что я на их стороне, и нужно быстрее пользоваться, пока я на их стороне. Солдату выделили помощников и сообщили нужный адрес. 16 января 95-го Шерстобитов ждал своего шефа на чердаке, в доме напротив отеля, где жил лидер Медведковских. Прошло пять часов, а Гусетинский все не выходил. Солдат, не отрываясь, смотрел снайперский прицел карабина. Где-то там между этих, между занавесочек он там где-то появился, ну, и воспользовался моментом, вот, собственно, и случилось, что случилось. Доли секунды, и Гусетинский ранен выстрелом в голову. Хоронили бывшего старлея КГБ со всеми бандитскими почестями. Но убив Гусетинского, солдат не успел скрыться. И вместо одного хозяина у него появилось сразу двое. Правда, вдвое выросла и ежемесячная зарплата, до 5000 долларов. А работы стало меньше. Во-первых, времена менялись, бизнес уже практически поделен. Во-вторых, братья Пылевы его по пустякам не дергали. Они велись с ним очень осторожно. И встречались только в присутствии, скажем так, охраны, которая у них была, всегда вызывали. У Шерстобитова было три помощника, и его группа занималась сбором информации. Причем не только на конкурентов, но и внутри собственной группировки. По приказу Пылевых прослушивали, следили и проверяли всех. В 95-м, после убийства Бусетинского, Пылевы надолго отправили солдата в Грецию. В Москву, на дело, его вызвали только два года. Здесь в 98-м, приблизительно, году, осенью, мною был убит человек, который неизвестен по кричке Юника. На этом следственном эксперименте, называя время убийства, Шерстобитов ошибся почти на год. Юника он убил в январе 97-го. Под этим прозвищем в Москве был многим известен Иосиф Глотцер, крупный коммерсант и владелец популярного стриптиз-клуба. Кстати, это тот случай, когда все произошло, можно сказать, незапланированно. Солдат приехал посмотреть место. При себе у него был лишь мелкокалиберный револьвер. В момент, когда он выходил, он сел в машину. И я просто сидел, промерял этот револьвер, будь он не ладен. И почему он не уехал, я не знаю. На этот период встали машины, там движение достаточно такое серьезное. На этот период встали машины. То есть вот это пространство, сам сектор, он освободился от машин. То есть стопроцентная гарантия между... То есть никто не перекрывал этот сектор. Он в это время почему-то вышел из машины. Там скета переговорил. Положил сюда. И таким образом заперся. Был жесткий. Звел урок. Дело выстрелил. Через приоткрытое окно автомобиля с 50 метров киллер попал Глотцеру точно в висок. После этого убийства он должен был снова уехать за границу. Но перед этим решил найти свою Ирину. И был неприятно удивлен. Любимая женщина готовилась к свадьбе. Избранник некий Петр. По иронии судьбы, один из руководителей враждебной преступной группировки. Курганских. Я понял, что я без этого человека жить не могу. И организовал такое небольшое похищение. Выкрал ее на Канарские острова. Да. А потом вот, то есть, до свободы-то я его, в общем-то, не дал, конечно. Но добился своего. Расходились, но мы обратно. Обратно просто притягивала, как магнитом. Похищение невесты, поддельные паспорта, побег из-под венца за границу. Романтическая сказка для любой женщины. Вот только для Ирины она могла стать последней. Несостоявшийся жених хотел убить и ее, и соперника. Но не успел. Арестовали. К тому моменту сыщики отлавливали уцелевших авторитетов курганской преступной группировки по всей России. Петру дали 23 года. Через 8 лет он все-таки отомстит Ирине и Шерстобитову. А в 97-м Великая бандитская революция начала угасать. Пылевы перебрались за рубеж и оттуда руководили криминальной империей. Были подконтрольные коммерческие структуры. Можно назвать группу компаний «Русское золото». Многочисленные рынки московские, пражские, митинские, тушенские, покровские, зеленые горы. Которые были подконтрольные группировки. Банки коммерческие, капитал экспресс в частности, турагентства. Толпы братков отошли в прошлое. Теперь брали не количеством, а качеством. Пылевы решили вычистить личный состав. Собирали их где-нибудь на даче, то все уже предполагали, что кого-то будут убивать. И вот они собираются, там человек 10, и не знают, кто будет убит. Но собираться вынуждены были все. Поэтому все думали, что ну едем, ну может не меня. И как правило, того, кого убивали, с тем вот тут веселились, водкой поели и т.д. А потом и говорили, ну, твоя очередь пришла. Все телефоны прослушивались. Каждое неосторожное слово могло стать последним. Достаточно было простого подозрения. Кажется, может предать. Или а вдруг решил скрыться. Причем убийство Пылевы поручали кому-то из друзей жертвы. Ломали психологически. Как правило, душили. Опять же, это из психологических соображений. Выстрелить это вроде бы как просто. А вот обязательно надо задушить. Как они говорили, накинуть там удавку. И после этого, значит, практически все члены группировки, которых мы обнаружили, последствия закопаны в разных местах Московской области, значит, все с отрубленными головами, кистями рук и стопнями ног. Чтобы их не могли потом последствия опознать, если вдруг. После каждой казни Олег Пылев вызывал подчиненных на беседу. Смотрел, не сломался ли человек, можно ли его оставить, или пора выносить следующий приговор. В итоге, каждый третий в банде был убит своими. На одном из процессов, когда Олегу Пылеву зачитали список убитых по его приказу членов бригады, он ответил вопросом на вопрос. Да, они мертвые, а вы считаете, что это были мальчики с песочницы? Они все бандиты, они прохожие. И убили их такие же бандиты. В 90-е годы, когда мы все, по-моему, немного сошли с ума, быть членом той или иной банды считалось чуть ли не престижным. Это сейчас постепенно приходит отрезвление, когда начали вскрываться подробности внутренней жизни многих ОПГ. Звериные подробности. Какая, к черту, романтика. Кровь, кровь, кровь. Туда за черту стоило только сделать шаг. Засасывало, как болото. Я точно знаю, что Алексей Шостобитов вначале хотел остаться этаким санитаром леса в белых одеждах. Не получилось. Он сам говорит, что заслужил божью кару. Но мне очень тяжело было первый раз смотреть его интервью. Я поймал себя на мысли, крамольной мысли, что мне его тоже жалко. Кажется, он мог стать блестящим офицером. Но его перемаловало одно из самых жестоких десятилетий в истории России. Теперь ему хочется выговориться. Нам, думаю, стоит его послушать, чтобы попробовать предостеречь других. У всех молодых людей, которых сейчас судят, может быть, будут судить, биографии очень даже во многом одинаковые. Одинаковые чем? То есть человек приходит, а куда он пришел, он попадает несколько позже. Даже если брат, даже если сват, даже если вся семья, заканчивая малолетними людьми, находится в ОПГ, все равно человек, уже приходя туда, он все равно не понимает, что это такое. Когда он понимает, как правило, уже бывает поздно. Кадровые чистки Медведковских до поры до времени не затрагивали Шерстобитого. Он и Ирина были в романтическом путешествии на Канарах. В конце концов, Пылевы поняли, Ирина – не очередное развлечение. Это серьезно. Такая привязанность – слишком дорогое удовольствие для киллера. Шерстобитого прощали то, что не простили бы другим. Пылевы верили в профессионализм своего солдата, и он был нужен. В 1998-м Медведковские готовились к войне с русским золотом – крупной компанией, владеющей несколькими столичными рынками и многими другими активами. Потом на суде сам Олег Пылев назовет ее нашей фирмой. Александр Таранцев был посажен туда, чтобы заниматься финансами, а Гусетинский решал проблемы, которые могли возникнуть. Потом Таранцев стал основным заказчиком преступлений. Покушение на Таранцева связано с тем, что фирма русского золота уменьшила все анонсирование преступной группировки. Это вызвало недовольствие братьев Пылевых и Олег приняло решение о совершении убийства руководителя этой фирмы Таранцева. Медведковские, как всегда, взялись за дело круто. В декабре 1998-го возле своего дома был убит вице-президент русского золота Надар Гелашвили. Это было предупреждением Таранцеву. Таранцев – это такая фигура, с которой опасно связываться, потому что у человека есть большие деньги, и он их вкладывал в охрану как мог. Я не буду просто озвучивать человека, который был начальником охраны. Себе на голову не хочу. Но это, во-первых, конторы – это раз. И люди там профессиональные. И просто так подходить – это, блин, и, во-первых, и смерти подобные. И чтобы себя защитить после какого-то выстрела – это такая маленькая войнушка. Четыре месяца наблюдения, и Шерстобитов нашел точку для идеального убийства прямо на офисных ступенях. Свою схему идеального убийства киллер изложил на бумаге на следственном эксперименте. Сейчас вы увидите это впервые. Крестиком обозначен Александр Таранцев. Квадратиками – машины его охраны. А это ступени, на которых он должен был умереть по замыслу солдата. Круг него располагалась охрана. Она была немножко позади и таким полумесяцем располагалась. Вот, и оптимально, когда он поднимался по лестнице, он возвращался где-то на треть корпуса выше своих людей. Соответственно, по прохождению по лестнице, повторюсь, он опять шел по одной линии. То есть, если ставить оружие буквально в секторе прохождения, то, соответственно, автоматически все пули при выстреле должны были попасть именно в него. Эта выбранная точка позволяла избежать жертв среди охраны Таранцева. Но для киллера стало бы последней. Ответным огнем телохранители коммерсанта его бы уничтожили. И тогда на помощь пришел Голливуд. Шерстобитов вспомнил, как герой фильма «Шакал» террорист Карлос использует оружие на дистанционном управлении. Пылевы одобрили идею убийства из оружия на дистанционном управлении. С помощью двух своих знакомых, бывших офицеров главного разведывательного управления, Шерстобитов подогнал под нужную схему автомат Калашникова. На оптическом прицеле была установлена видеокамера, сигнал с которой. Видеосигнал подавался на видеоприемник, установленный другой автомашиной. И на видеоприемнике точка прицеливания отображалась. Машину поставили ровно напротив ступени в офис русского золота. Сам Шерстобитов с подельником наблюдали за всем по монитору в микроавтобусе на другой улице. По экрану блуждал прицел. Когда наконец в нем показалась голова Таранцева, солдат нажал на кнопку пульта. Вечером Шерстобитову сообщили, конструкция сработала сама по себе. От стряски что-то сдетонировало, и автомат застрочил по прохожим. Один человек погиб, двое ранены. Только никому до этого уже не было дела. Хотя сам Таранцев остался жив, результатами покушения Пылевы почему-то остались очень довольны. Повторных попыток не было. Кстати, президент русского золота и его охрана урок Шерстобитова усвоили. Сегодня некогда выбранный им сектор обстрела перегораживает несколько щитов. А для самого солдата этот заказ стал последним. Буквально через пару месяцев в руках у Муровцева оказался очень ценный свидетель. Телохранитель Олега Пылева Сергей Грибков. Он понял, что он все равно приговорен. И он сдался в милицию. Причем сдался не обычным образом, как бы пришел и написал заявление. А он, скажем так, организовал практически очередное преступление. Он порезал ножом в ссоре человека в Петрограде, в Питере, в Санкт-Петербурге. И его забрала милиция. Там, попав туда, он сказал, что мне нужно в Москву. Я обладаю определенной информацией, что меня могут убить. Грибкова приговорили за то, что он рассказал своей жене о Медведковских. А его прослушивали. За женой установили наблюдение. И тут выяснили, что у нее любовник-милиционер. Это была случайность, но Пылевы решили, а вдруг это сыщики подбираются. Ему предложили самому убить свою жену. Соответственно, он отказался от этого. А потом, спустя некоторое время, буквально несколько месяцев, жену его убили как раз таким вот образом, чтобы исключить утечку информации. Поэтому он, скажем так, возненавидел эту организацию и решил каким-то образом от этого всего избавиться. Когда телохранитель Пылева оказался на Петровке, он рассказал все, что знал. У сыщиков до этого была какая-то информация о разных преступлениях, но общей картины Медведковской группировки не было. А тут появились адреса, пароли, явки и трупы. Он рассказал о десяти своих убийствах и десятках чужих. Когда, где, кого и, главное, кто. Если бы не эти показания, кто знает, сколько лет ловили бы Медведковских и дотянулись ли бы до самих Пылевых. Потому что если, скажем так, простые люди, я думаю, нас как профессионалов тоже должны понимать, в каком плане. Если перед потерпевшим поставить вопрос ему, что для него важнее, вот наказать исполнителя преступления, либо выявить всю цепочку. Исполнителя, посредника, пособника, организатора, заказчика. Я думаю, любой скажет, что, безусловно, цепочка гораздо важнее. Безусловно, важен тот, от кого пошла инициатива. Понимаете? Потому что исполнитель – это исполнитель. Это сегодня один исполнитель, завтра будет другой, послезавтра третий. Опасен тот, кто инициирует и кто организовывает. Это все гораздо более опасно. Следователи, которые работают по серьезным бандам, уже много лет доказывают, чтобы вскрыть такую махину, люди изнутри должны заговорить. Любая организованная группа – это жесткая дисциплина и хорошая, скажем так, как круговая порога. И поэтому, чтобы человек начал что-то рассказывать, он должен какие-то льготы получать в плане снижения наказания. Причем значительно выснижения. Это главный козырь тех же европейских полицейских, например, в борьбе с итальянской мафией. У нас такой закон 10 лет не могут принять. Пока надежда на присяжных. Например, ценность показаний Грибкова они учли. Ему дали всего 13 лет. Хотя трупы тянули на пожизненное. Медведковская группировка рушилась, как карточный домик, хоть оказалась крепостью. Начались массовые задержания, и многие из вчерашних убийц заговорили. Бояться тоже можно устать. А больше их ничего и не держало. Рядовым бойцам или людям, которые практически, можно сказать, ежедневно кого-то убивают, платили смешные деньги по тем временам. Значит, ну, что там, тысяча долларов, две тысячи долларов, плюс штрафы, плюс там что-то всегда находились причины. И когда мы задерживали боевиков, проводили у них, соответственно, по местам жительства обыска, и там, где их родственники живут, и там, где они сами жили, то видели удрученную картину. Это практически бомжарные квартиры. Это практически в людей было не на что есть. В итоге на скамье подсудимых оказались почти все Медведковские. 30 человек. Взяли и братьев Пылевых. Олега в Одессе, где он с мэром города вручал приз на конных соревнованиях. Эту фотографию сделали за секунды до ареста. А Андрея экстрадировали из Испании. Оставалась лишь одна, почти мифическая личность. Киллер. Леша-солдат. Мы так и думали, что Леша тоже такой персонаж надутый, который, может быть, все гораздо проще. Обычный убийца, который, вот как и все они, только работает там где-то в одиночку. Ну, а работая дальше, мы поняли, что этот товарищ, ну, скажем, работает очень профессионально. Вот, значит, не оставляет никаких следов за собой совершенно. Конспирируется очень тоже грамотно и профессионально. Ни подробных примет солдата, ни его настоящей фамилии члены группировки назвать не могли. Все знали лишь братья Пылевы. Но они утверждали, что их киллер давно убит. Вот тут-то и сыграла свою роль Ирина, любимая женщина-солдата. В 2004-м ее несостоявшийся жених, тот самый Петр из курганской преступной группировки, находясь в тюрьме, случайно увидел фото Ирины в газете. Она рекламировала косметику. Вспомнил, и вспомнил, что она ушла к кому-то из Медведковских в тот период. Ну, и решил почему-то вот подсказать кому-то. То есть написал заявление, его привезли сюда в Москву, он дал показания, что вот такая-то женщина живет с таким-то человеком, скорее всего, это какой-то там непростой человек из Медведковских. Ну вот, ну, там уже ее найти там проще. От любви до ненависти один шаг. Браток из курганской группировки мстил спустя 8 лет. А опера стали проверять. Понадобилось два года, чтобы выйти на солдата. Вы знали, что Шестобетов убил этого, 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 а доказательств нет, понимаете? Все говорят, что Шестобетов убийца, он всех убил. А доказательств нет. Не было. Вот и все. Он убил Гусетинского. Кто об этом говорит? Об этом говорит Пылев. Когда? Не так давно начал говорить. А до этого только слухи, понимаете? Что вроде он, а может, и не он. А вообще он убийца. А кого он убил? Ну, все. Но опера и следователи дождались повода. В 2005-м из телефонных разговоров Леши Солдата стало ясно. Он следит за руководителями одной из фирм. И явно не из простого любопытства. Когда мы все это задокументировали, то уже у прокуратуры были основания его задерживать. Не допустив очередного убийства. Было установлено его местожительство. Просто так его, скажем так, было не взять, потому что мы видели, как он осторожно передвигается, за всем наблюдает, все смотрит. Солдат оглядывался, но уже жил почти нормальной жизнью. С любимой женщиной и маленькой дочкой. Хотя предчувствие его не покидало. Уснился периодически сон, что он в казарме как будто. И он все время думал, что мне снится, что я все время опять в армии. А он теперь говорит, что я понял, что мне снилось, что я не в армии. А, наверное, снилось, что я в тюрьме. 31 января 2006-го солдат отмечал свой день рождения. Все его телефоны прослушивались. Оперативники знали, что через два дня он поедет навещать отца в Боткинскую больницу. Там находился спецназ и ряд оперативных сотрудников. Когда он прибыл к этой больнице, опять же, не к тому месту, где ему было назначено, он опять начал нарезать там круги и смотреть по сторонам. И вплоть до того, что даже стал уезжать от этой больницы. И мы думали, что он вдруг даже обнаружил нас. Но вдруг он изменил опять направление и снова поехал к больнице. Остановился, значит, стал парковаться. Там, значит, место такое узкое, неудобное. Пока он парковался, в этот момент, значит, сотрудники спецназа получили команду на задержание. У него не было при себе оружия. И хотя сначала он представился чужим именем, на Петровке Леша солдат отпираться не стал. Когда он был задержан и подписывал свой протокол, значит, он, ну, как сказать, я так немножко, как бы так сфантазирую, но практически со слезами на глазах писал свою фамилию. Настоящую? Да, потому что он всю жизнь жил под разными документами. И когда он писал, он говорит, елки-палки, наконец я вспомнил свою фамилию. Шерстобитов дал признательные показания и на себя, и на своих заказчиков, Пылевых. А они просто не могли в это поверить. Ну, какой нормальный человек будет добровольно накручивать себе срок? С Пылевым разговаривали, говорили, что Шерстобитов дает показания. И так и так он не верил. Когда Шерстобитова привели к нему научную ставку, он был просто в обморке. Пылев, что такого быть просто не может. Просто понял, что у меня есть шанс наконец-то выбраться из этой всей падения. А если даже просто вот кто-то слушает и не верит, то всегда человек, занимающийся тем, чем занимался я, как Даня, всегда попадется. Ну, как правило, нельзя вот делать что-то и никогда не попасться, потому что роют, копают, потому что правильно делают на самом деле. И когда-нибудь там, как лягушка, из молока масло сделают обязательно. Я это тоже хорошо понимал. В руки оперов попал и уникальный бандитский архив Шерстобитова. Это сотни эксклюзивных аудио- и видеофайлов. Полное досье на Медведковских. Многое из этого архива журналисты еще долго не увидят. Но для нас следователи прокуратуры согласились сделать небольшое исключение. Нам эта помощь оказала огромное при расследовании и установлении обстоятельств участие по структуре организации. То есть весь этот архив, да? Безусловно, безусловно. Безусловно. Вот об этом архиве он рассказал сам и выдал нам его. Вот в этой папочке подобраны фотоматериалы по дню рождения Пылевых. Это в апреле 95-го года. В частности на фотографиях изображены тоже участники преступной организации. Братья Пылевы, Ананевский. Вот и их приближенные. Все основные члены банды получили большие сроки. Несколько человек проведут за решеткой всю оставшуюся жизнь. Сидят и братья Пылевы. Андрею дали 24 года. Олега приговорили к пожизненному заключению. Суперкиллеру банды Алексею Шерстобитову дали 23 года строгого режима. Только теперь Ирина узнала его настоящего. Я не понимала опять. Я не понимала спецификовую жизнь вот этой некой дерготни. И не понимала, почему мы не можем пожениться. Почему у нас не может быть детей вот сейчас, а не потом. Потом, когда все будет хорошо. Впервые за 14 лет они смогли многое прояснить в своих непростых отношениях. И после приговора Ирина сделала ему предложение. Я прекрасно понимаю то, что я делаю. И я понимаю, что свадьба в тюрьме – это не то, о чем я мечтала всю жизнь. Я в первую очередь это делаю для него. В этом смысле мне можно завидовать. Может быть, это единственное, чего можно завидовать. Это дочке еще можно дать. Вот дочка у меня. Так что вот. Поэтому я вот с терпением жду. Администрация СИЗО не против. В общем-то, должно как-то быть это организовано. В общем, скоро жмюсь. На счету киллера банды, Леша Солдата, 12 только доказанных убийств и покушений. Да, в стране шла криминальная война. Но каждый делал свой выбор. Был ли выбор у Алексея Шерстобитова? Наверное, он все-таки всегда есть. И риск умереть был при любом варианте. Отказавшись убивать или за то, что убивал и много знал. Да и потом. Он ведь мог уйти. С такими способностями к перевоплощениям, возможностями, финансами, в конце концов, мог просто исчезнуть. Но он действительно сделал выбор тогда. А потом пришло раскаяние. Не слишком ли поздно? Ну, тех, кто погибли, конечно, их не то чтобы жалко. Ну, я понимаю, что это несправедливость, совершенная там моими руками. Ну, жалко тех, кто остались там, от родственники. На жалости моей, конечно, плевать, это тоже понятно. А то есть вот, ну, как чувствуется такой огромный долг, который я никогда не смогу возместить. Процессы над Ореховскими идут. Кто-то искренне рассказывался, кто-то правдами и неправдами пытается вытаркивать себе лишний год свободы. Уникальное дело Пылевых заставило задуматься о многом. Можно ли, например, смягчить наказание киллеру, на котором десятки трупов? А если именно благодаря ему стали известны подробности о самой кровавой группировке в истории Москвы? Можно ли снисходительно отнестись к свидетелю, главарю банды, который разоблачает заказчиков убийств? Сложный вопрос. Я знаком с некоторыми следователями, которые вели и ведут это дело. Считаю, что они золотой фонд всей нашей правоохранительной системы. Например, подполковник Мур Александр Трушкин. Вы его сегодня видели в программе. Знают, как они хотят, чтобы суд учел все нюансы поведения арестованных на предварительном следствии. Чтобы во время суда все было по закону и по-человечески. Хотя прекрасно понимают, что эта категория не юридическая. Человек и закон был в эфире. В студии Алексей Пиманов. Увидимся, как обычно, на Первом канале в 22.30 ровно через неделю. Субтитры сделал DimaTorzok